Понимаю, кабинет министров утешает население, мол, хорош паниковать. Все эти крики наших оппонентов насчет удара по физическим лицам-предпринимателям на самом деле и гроша ломаного не стоят, и приводят статистику, цитирую по материалам правительственного портала. Количество физических лиц-предпринимателей, прекративших деятельность, которые зарегистрировались в Государственной службе занятости как безработные, с начала 2017 года составило 3200 человек. Почти все они получают пособия по безработице в минимальном размере, 544 гривны, так как не платили единый социальный взнос. Но последнее предложение не лишено и хитства. Переводили бы на счета государства ежемесячно 704 гривны, получали бы больше. Логика в размышлениях чиновников отсутствует в зародыше. Ибо почему не работающие по каким-то причинам предприятия, не приносящие деньги собственнику, не имеющие наемных работников, обязаны переводить деньги в бюджет, уяснить невозможно. Впрочем, об этом я уже не раз говорил в своей программе. Вернусь к статистике по уровню безработицы в стране. Снова иду к информации Кабинета министров Украины. По состоянию, на 1 февраля 2017 количество безработных уменьшилось на 16% по сравнению с соответствующей датой прошлого года и составило 429 тысяч человек. Количество лиц, получающих пособие по безработице, сократилось на 15% до 351 тысячи. Ну а дальше идут глубокие аналитические суждения. Цитата. Данные по безработице некорректно сравнивать с показателями предыдущих месяцев, поскольку рынку труда присущи сезонные колебания. Количество зарегистрированных безработных ежегодно имеет пиковые периоды роста с ноября до марта. По состоянию, на 1 января 2017 безработных составляло 391 тысяча. На 1 декабря 2016 338 тысяч. По состоянию, на 1 января 2017 количество безработных составляло 491 тысячу человек. Что-то оглашенное правительством Цифирь страдает признаками отсутствия сезонности. Судите сами, если на 1 января 2017 года у нас было без малого полмиллиона людей, не имеющих работу, то что произошло с ними через месяц? Куда устроили 62 тысячи украинцев? Неужели пошли в дворники, дабы убирать снег? Или начали в сугробах готовить пляжи на реках и на море к предстоящему летнему сезону? Что-то такого движения я не заметил. Во всяком случае, численность операторов Метлы и Совка явно не увеличилась, если судить по улицам Одессы. Этот ураганный оптимизм киевских чиновников, подчеркну, явно не совпадает и с выводами Петра Алексеевича Порошенко. Об увеличении количества безработных он заговорил в связи с блокадой Донбасса. По его словам, убытки, которые Украина будет нести из-за остановки производства и неуплаты налогов в государственный бюджет, обусловленные этой блокадой, составят 2 миллиарда долларов США и переведут к потере 300 тысяч рабочих мест. Складывается впечатление, что кабинет министра Украины и президент страны не находятся практически в одном районе Киева, а размещены в разных городах. Иначе, полагаю, не было бы у правительства таких жизнерадостных прогнозов.